Следующая базовая команда, это команда нет или нельзя или фу. Вы должны выбрать из этих трех фраз одну, чтобы собака закрепила за собой эту четкую фразу нет или фу или нельзя. Эта фраза должна блокировать собаку. Собака должна понимать, когда вы говорите нет, что собака не должна предпринимать никаких действий. Нет. Даже если ей это очень сильно хочется. Да. Нет. Таким образом вы воспитываете собаку, не реагирует на внешние раздражители. И таким образом, словом нет или фу, вы можете предотвратить драк, агрессию собаки, зооагрессию или агрессию на людей. Вот так вот. Команда нет, это одна из самых непростых команд. Поэтому, если собака вас не слушается, вы должны, если вы гуляете с поводком, вы должны обязательно собаку отдернуть. Нет. Да. Чем возбужденнее собака, тем четче, ну конечно не орать или кричать, чем четче, увереннее ваша команда должна быть. И соответственно, когда вы говорите нет, вы, используя поводок, отдергиваете собаку. Нет. Все. Собака в ауте. Нет. То есть, вы блокируете собаку рукой, да, например, она пытается что-то сделать, вы ей блокируете или пальцем, или рукой, и говорите нет. Например, это вкусняшка. И мы, он очень любит вкусняшку. И я кладу ее сюда, кладу сюда. Нет. Нет. Видите, я заблокировал, он не может теперь. Соответственно, пока я ему не разрешу, он не будет эту вкусняшку кушать. Понятно, да? То есть, если он лезет, а в первые моменты он обязательно будет лезть, сопротивляться, вы должны придерживать рукой, вы должны четко говорить команду нет и блокировать. Это может быть так же, когда вы можете встать перед ним и сказать нет, закрыв, да, его. Нет. Вот, таким образом вы блокируете. И только когда вы ему разрешаете, он может уже это делать. Можно. Можно. Таким образом вы выдерживаете собаке выдержку. То есть, одно из ключевых в воспитании вопросов воспитания собаки, это выдержка собаки. То есть, иными словами, по вашей команде и вашей реакции идет только по разрешению вашей команды идет реакция. А не потому, что собака захотела и среагировала. Вы даете разрешение, собака делает. Вы не даете разрешение, собака не должна этого делать. И в этом главная суть воспитания собаки.